Принесли блок питания от телевизора Samsung 40-дюймовый, блок питания BN4400473A. Говорят, что не рабочий. Пробовали его как-то запустить. Блок питания пробует запускаться, но не включается. Телевизора пока нет, не знаю. Говорят, что 100% неисправность именно в этом блоке питания. Сейчас буду смотреть, что с ним можно сделать и какая здесь неисправность. С одной вы посмотрите. Блок питания подключу к своему источнику постоянного тока B550 и посмотрю, как он работает. Значит, блок питания пробует запуститься, но не включается. Работает защита. У меня есть схема на этот блок питания. Посмотрим, как снять здесь защиту и посмотреть, не работает силовая часть или какие-то неисправности во вторичке. Кратко рассмотрим схему блока питания. Начнем с входной части. Входной фильтр. В принципе, он состоит из двух фильтров. Это первый фильтр. Сюда входит конденсатор 801, 4, 803, варистор, дроссель и второй. Точно такой же, своими конденсаторами и варистор на выходе. Резисторы, разрядные для конденсатора фильтра, одни на два фильтра. Следующий. Корректор мощности. То есть, диодный мост, сетевой конденсатор, корректор мощности. Общий. Как для блока дежурного блока питания, так и для основного. Блок дежурного питания на выходе 5 вольт. Основной блок выдает 13 вольт и напряжение подсветки. На плате блока питания установлен драйвер подсветки. В данном случае, нам нужно запустить принудительно блок питания. И выяснить, если есть неисправность, это в горячей части схемы или в холодной. Запуска блока питания в нормальном режиме, когда он установлен в телевизор. На вывод затвора 852 транзистор открывается и включается основной блок. Так как у нас дежурного режима всегда есть 5 вольт, если дежурный режим работает. Транзистор открыт, но на 14 выводе, пока будет низкий уровень, блокирует включение транзистора. Рассмотрим еще такой вопрос. Включили без платы управления. По идее, блок питания должен запуститься. Так как отсюда резистор RS-852 подается плюс 5 вольт и транзистор должен открыться. Аптопара открывается и должен запуститься блок питания. Но тут здесь есть еще один нюанс. Этот транзистор еще блокирует транзистор 853. Открывание этого транзистора будет только в том случае, если напряжение 13 вольт основного блока 5 вольт, а также, если работает драйвер подсветки. Два вида защиты. Они сюда на затвор, через диоды выступают. Первый, это защита от увеличения потребления тока. При увеличении здесь транзистор открывается. И высокий уровень поступает через этот диод, верхний, в затвор транзистора. Транзистор открывается. Этот транзистор закрывается. 854-й откроется 853-й. И сток-исток этого транзистора закроет и 852-й. Основной блок питания отключается. Вторая защита драйвера, это если обрыв или маленькое потребление тока через светодиодную подсветку. Снимается с ключа, подается на контроллер. И отсюда команда, если все нормально, здесь будет 0. Если какая-то аварийная ситуация, здесь единица. И дальше, через нижний, поступает на затвор транзистора. В данном случае у нас ток запускался, но не выходил в рабочий режим. Проблема в том, что нагрузки на драйвер подсветки нет. Сюда ничего не было подключено к этому разъему CN802-й. Естественно, здесь выдавалась команда на отключение. То есть, высокий уровень блок питания сразу же блокировался. Чтобы принудительно включить этот блок питания, нужно вывод DRV-SP закратить на землю. Транзистор 851-й закроется. Откроется 854-й. Закроется 853-й. Закрытие этих транзисторов приводит к тому, что напряжение 5 вольт с резистора РЕС-852 подается на затвор транзистора Q852-го. Аптопара открывается и основной блок включается. Второй способ включения основного блока питания. Можно включить, замкнувши выводы транзистора Q852-го. Сток и сток. Если все нормально, основной блок питания включится. Делаем перемычку. Включил я этот блок. Так как указана схема, напряжение 13,5 вольт присутствует. Все нормально. Блок питания запустился. Значит, неисправность быстрее всего. Драйверы подсветки. Или неисправна сама подсветка. Но так как телевизора нет, этого проверить нельзя. Пускай несут телевизор и проверим, что здесь виноват. Можно, конечно, здесь нагрузить и предварительно посмотреть. Виновник неисправности. Но все равно нужен телевизор. Это секс по телефону без телевизора. Блок питания, я считаю, рабочий. Так, принесли телевизор. По мере оказывается все же оборвана подсветка. Подсветка. Разбираем. Так, снимаем крышу. Снимаем блок питания. Подсветка. 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 Динамики снимаем. 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 Фильтры, вот там, нанесу, снял планку и оказался, валялся светодиод рядом. Сейчас прозвоню, если живой, припаяю и посмотрим, что получится. Значит, вытянул подсветку. Одна планка нормально работает, а вторую я уже снял. Снял, вот, она здесь крепится на 4 винта. Нет, она здесь крепится на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 винтов. Вот такая ленточка. Значит, оказалось, у меня два светодиода. Я их выпаял. Заказал такие же. Сейчас припаяю и посмотрим, как они будут работать. Вот такая планка. Так, заменил светодиоды. Получилось, нужно было заменить 3 светодиода. 1, 2, 3. Вот этих 3 светодиода. Трехвольтовые они. Типа размер 56-30, самсунговские. Ну, в хорошем деле, нужно было бы, наверное, всю планку поменять. Потому что это, что там, кто не говорил, это халтура-халтуры. Они уже, типа, отработают. Сразу видно, где новые, а где старые. Ну, как всегда, владелец плачет, денег нет. Нужно идти навстречу. Сразу предупреждаю. Не хотят сразу заплатить, будут потом платить. Вот, подаю 90 вольт. И посмотрим. Ну, светит нормально. Сейчас прикручиваю к рамке. Вот такая рамка здесь еще есть. Прикручиваем. Винты здесь, конечно, откручиваются в архе тяжело. Не знаю, почему так, но... Включаем телевизор, посмотрим, какой ток потребляет линейки подсветки. Подсветка выставлена в максимум. Там передел 20, так и стоит 20. Так, как смотрел всегда клиент. Включаем телевизор. 280 мА. Теперь, убавлю ток подсветки. Значит, убавить ток можно подбором вот этого резистора. R2120. Сейчас я его увеличу. Включим, посмотрим, что будет. Допаиваю этот резистор. Меря. 2,3 Ом. 2,4 Ом. 2,4 Ом. Значит, перекидывал в среднем. Это нужно где-то в районе 3 Ом. 3,2 Ом. 3,3 Ом. Сейчас я вот резистор нашел. 3,3 Ом. 3,3 Ом. 3,3 Ом. Ну, в принципе, так и будет. Резистор установлен 3,3 Ом. Вместо 2,3 Ом. Ну, так и будет. Все, вставляю, выключаю. Телевизор работает нормально. Подсветка уменьшена. Если вставляю, то 16. Ну, там резистор еще уменьшен. Ну, вот. Даже пускай они ставят и 20. Пока проблем нет. Поставлю на прогонку. Все. Всем удачных ремонтов. Здорово.